здравствуйте сейчас мы попробуем с вами продолжить замену окна замену фона вообще вставку всяческих объектов крите мы сейчас находимся на том этапе на котором мы закончили в прошлый раз мы заменили звездное небо точнее заменили норильск на звездное небо сделали отражение флага сделали его двойным и чуть-чуть смазанным сделали отражение лампа полупрозрачным и поменяли тон звездного неба дальше мы будем вставлять героев нам нужен субъект который будет на наше звездное небо смотреть и нам нужно что-то за окном помимо ландшафта ну потому что интереснее когда не только ландшафт когда есть какой-то объект вписывающийся или странный и может быть еще что-нибудь поменяем в интерьере начнем наверное с объекта за окном я выбрала для этого космонавта я уже не помню почему я выбирала я просто стала что-то гуглить мне понравился советский космонавт и я решила его для отсылки к ретрофутуризму за окно поместить я открываю новый файл я сейчас не буду его вырезать тщательно потому что я просто вырезала его обычно совершенным способом и просто имеет такие неровные линии ну и мне кажется просто будет тратой времени сейчас показывать вам как это делать учитывая то что мы уже вырезали окно поэтому я сразу его сохранила формат после того как вырезала формат png png он сохраняет еще и альфа канал в в отличие от джипега и сохранила его с вырезанным фоном единственное сейчас я его переименую космонавта скопирую слой и перенесу в нашу композицию вот он появился у меня в слоях с помощью стрелочек я его всплыву заставлю всплыть наверх не видно не видно а вот видно на самом деле он просто очень 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 маленький космонавт сейчас я могу переместить пониже под все наши отражения естественно его надо поместить под наш бэкграунд но над космосом думаю это понятно вот он у нас парит в невесомости поэтому я предлагаю его не обязательно размещать так я бы его разместила как-нибудь вот так вот вверх ногами он чудовищно маленький и очень плохого качества все равно я думаю его можно чуть-чуть растянуть ничего страшного с ним не случится да растягиваю его опять инструментом трансформация вот этим вот control темп я могу вертеть приближая к углам могу вот так вот его сдвигать это нам не нужно все ну и могу соответственно увеличивать и чтобы это было пропорционально я зажимаю shift потому что космонавта мне бы хотел составить пропорционально пока пусть будет какой-то такой сколько его видно вроде видно все таки мне не нравится я вещь чуть-чуть сдвину чтобы он не целиком был виден чтобы не было ощущения что он там цепляется за наше отражение лампы также абсолютно я применю на него какие-нибудь фильтры я применяю просто самый простой опять чуть-чуть дистурирую нечего ему быть таким ярким темнее светло за окном нормально кажется да не окей а create filter mask ну вроде но немножко создают хаосы но по-моему нормально не забываем сохраняться control s ах да все сохранилось этого космонавта чтобы он не мешался закроем сохранить ничего не надо дальше дальше я хочу ставить объекты внутрь сцены я хочу чтобы объект был эмоциональным поэтому я гуглила недоумевающий космонавт и нагуглила такое вот стоковое изображение сейчас его открою ну не бесплатное стоковое но кстати с прекрасным текстом переведенным с английского видимо было удивленный мужской космонавт мельком взглядывая вверх очень поэтичное описание я прониклась я думаю что я даже помещу его в рамочку и повешу на стену чуть позже там еще был кусочек текста уже дальше в описании который мне понравился вот я его открываю что мы здесь видим мы здесь видим кучу ватермарков потому что это изображение не бесплатное на сайте даже мне не предоставили никакой экзампл в плохом качестве например бесплатного изображения просили за него много денег я решила что в принципе для примера покупать я его не хочу но вот этот удивленный мужской космонавт мне понравился поэтому я все равно решила его оставить поэтому будем работать с ним с тем что есть ну для начала все таки его вырезать не мешало бы можно пробовать вырезать инструментом волшебная палочка так что у нас нормальный не работает почему не работает не работает очевидно потому что параметры какие-то неверные посмотрим в Tools Options что у нас за параметры да параметры у нас конечно чудовищные вот это вот для нас надо выставлять меньше грубо говоря это параметр отвечает за то насколько ну за не четкость насколько мы хотим выделять пиксели приближенные к значению референсному то есть то куда мы тыкаем это у нас этот пиксель это референсное референсное значение получается вот например такое или ну то есть именно тот куда я ткнула и этот параметр отвечает вот за то что насколько различаться могут соседние пиксели в выделении то есть точно ли мы должны близко к нему быть по цвету или нет вот например если мы выставляем его один да соответственно у нас выделяются либо точно такие же либо ну совсем похоже и не знаю как это устроено конкретно здесь но выглядит так что выделяются только ровно такие же пикселя ну и соответственно если мы ставим параметр 100 как у меня стояло то вот видно что и фон и космонавт все попало с нам конечно так работать не очень хорошо но если мы хотим его использовать я бы его использовала только для каких-то кусочков и сжимая shift какие-то кривые линии это обращает обрезку кривых мне не нравится что после него остается такой след можно настроить можно настроить небольшой перо ну не знаю опять же как это будет по-русски вот сюда это было фидер можно еще сделать вот так вот она тогда как бы наш край сделает теперь немножко прозрачно это очень удобно для последующего наложения но иногда с этим трудно работать например видите оно удаляет тогда ну оно не все удаляет да оно оставляет слой слой небольшой слой прозрачности здесь я просто это использую когда уже все удалила и хочу только чуть-чуть край подобработать вот как здесь я использую эту галочку вам как удобнее на самом деле я бы здесь просто продолжила работать с полигональным выделением в таких случаях люблю работать вручную здесь нам мешается лутермарка но пока мы на нее забиваем все опять же вы можете работать как вам удобно если вам например комфортно использовать инструмент полигональное лассо называется outline selection tool не полигонального наоборот фотошопе то используйте его у меня на нем рука сбивается хотя для каких-то круглых элементов принципе можно как нет получается со снегом это было не со снегом это было определенно хорошо а сейчас не может конечно ночь играет роль но не получается мужка это сделать вырежу кусок и дальше все-таки вернусь к своему по точечному инструменту прекрасно можно опять попробовать здесь волшебной палочкой поработать в зависимости от того как вам больше нравится что вам кажется более быстрым и качественным что вам нравится 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 только так ну точно так себе история вот 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 ну вот Я не знаю, в общем, кто как любит, по мне так получается как-то неаккуратненько. Можно, конечно, так настроить, наверное, чтобы этого не было. Тут у нас все-таки довольно контрастная зона, белая с зеленым. Здесь, например, точно не нравится. Наверное, все-таки вручную. Знаешь, мне кажется, что вручную получается в таких случаях качество. Тут еще не понятно, какой край. Там все-таки чуть-чуть размыть. Ну, может быть, стопок. Окей. Дальше уже быстро удалить просто все остатки, потому что тщательно нам надо было вырезать только границу. Все остальное уже удаляется довольно быстро. повторяю, что я перемещаю изображение, нажимая среднюю кнопку в уши, зажимая. Что ж такое? Это нам тоже не нужно. Вот наш прекрасный космонавт. Давайте его кропнем, то есть обрежем изображение под него с помощью crop tool. Наверное, по-русски это будет обрезание. Как-то так. Окей. Что мы делаем с нашим космонавтом дальше? Дальше мы пытаемся снять с него максимум того, что мы можем снять всех этих watermark, спиралек и прочего нам ненужного. Для этого мы будем использовать несколько tools. мне, например, очень нравится инструмент smart patch tool, умная заплатка. Могу только догадываться, как она называется по-русски. Итак, мы настраиваем ее размер. Это прозрачность у нас. Но прозрачность пусть будет 100%. Размер это, соответственно, размер кисти. Да. Если вдруг окна вашей программы расположены как-то не так, как у меня, в правом верхнем углу есть такой значок choose workspace. Выберите ваше рабочее пространство. И сейчас у меня стоит дефолт. Видно. Можно, например, ставить другие рабочие пространства. Вот, например, big paint или big paint 2, например, здесь позволяет сразу слева видеть как инструменты, так какие-то там палетки с цветами, работу с цветами и кисти. Например, для меня было не очевидно после работы с фотошопом, где сразу и числовое, и цветовое значение цвета представлено. Я не сразу нашла в крите, где располагается возможность выставить числовые значения. Вот она, соответственно. Да, это у нас RGB модель. Ладно, к этому мы вернемся позже. И вернемся в дефолтную. Здесь также есть все тузы, которые мне нужны. Окей. Дальше мы просто применяем нашу заплатку. Выделяем ту область, которую мы хотим модифицировать. Отпускаем мышку. Просто левой кнопкой я кликаю на гладком, не шероховатом шлеме. И это все работает более-менее идеально. Что я хочу здесь убрать? Я хочу убрать вот эти все линии, которые тоже являются ватермаркой. И делаю я это максимально аккуратно. Иначе он просто убирает нам не того. Даже тут поменяю размер кисти. Я делаю это кусочками. Потому что если я сделаю сразу большие фрагменты, то результат меня не устроит. Я уже пробовала. Тоже рекомендую делать это небольшими кусочками. Нейросетка неплохо справляется с задачами удаления ватермарков. Но это дополнительные инструменты. Сейчас у нас нет задачи осваивать их. У нас есть задача освоить криту и мочь сделать все в ней. Такая ошибка. Ну ничего. Ошибку меня упростили. Вообще, как сейчас было видно, это все-таки инструмент аналог штампа отчасти. Потому что он продублировал мне линию места, чтобы убрать ее. Ничего страшного. Так. Так. Пока, я повторяюсь, мы чистим только шлем. Ну, небольшие какие-то, выходящие за его пределы. Тоже можем чистить. У нас тут он немножко, видите, искривляется. Но это не страшно. Этот товарищ, очевидно, не космонавт. А этот товарищ человек косплеющий космонавт. И этим мне он, собственно, и понравился. Тем, что это какой-то бородатый хипстер, воображающий, что он космонавт, надевший на себя какую-то грубую имитацию шлема, какой-то странный свитер непонятный, пластиковый, кольчужный. Если у меня будет время и желание, я его перекрашу, этот свитер в каком-нибудь розовый цвет, чтобы совсем уже довести его образ до какого-то хипстерского. Так, методично удаляем все эти дурацкие ватермарки. Я уверена, вам это пригодится в будущем. Потому что все изображения обычно дорогие. Я вас призываю пользоваться либо бесплатными всякими ресурсами, их много, либо, если уж вам очень понравилось что-то платное, ну, удаляйте ватермарки. Как мне этот хипстер-космонавт. Ну, низ шлема вполне себе вычищал. Так. Подправлю чуть-чуть шлем. Я думаю, какие-то куски вообще можно оставлять. У нас нет задачи сделать что-то идеально. Если вам что-то не нравится, не забывайте нажимать Ctrl-Z. Это вас спасет. И не бойтесь переделывать. Пиратство – дело мудное и кропотливое, как выяснилось. Я думаю, что полезное. Ну, вот здесь я думаю, что он тоже справится. Дальше. Смотрим. Мне не нравится. Пробуем отсюда. Четкость страдает. Видите, происходит такое размытие. Здесь мне уже не нравится, как этот инструмент справляется. Где мы можем еще размыть? Здесь можем. Улучшаем. Даже улучшаем ему чуть-чуть тон кожи. Выкладаем небольшой макияж. Это не страшно. Нормально. Нос тоже можно припудрить. Нос не пострадает от этого. Только красивее стоит. Здесь тоже. Нормально. Здесь тоже. Думаю, что норм. Нормально. 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 Что-то здесь. Сейчас увеличу размер и посмотрю, правильно мои чувства или я обманулась. Думаю, даже не страшно. Чуть-чуть четкость пострадала. Дальше происходит размятие, которое мне не нравится. Здесь не могу размять. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Не сохраняет совершенно фактуру. Это имитация железа или какой-то костюм. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это Clone Stamp в Photoshop, тех, кто занимается Photoshop, этот инструмент представлен явно вот здесь на панели инструментов. В Крите я с удивлением его здесь не нашла. Еще раз проговариваю, Крита я начала пользоваться вот на этой неделе в связи с нашим курсом прекрасным. И срочно пришлось переключаться с фотошопа привычного на Криту, потому что она бесплатная. Фотошоп пиратить здесь никак нельзя. Не нашла я этот Clone Stamp и узнала, что он все-таки представлен, но он представлен в качестве кисти. То есть мы выбираем кисть, и дальше, когда мы выбрали кисть, у нас есть куча опций в Крите, что какой-то кисть может быть. Соответственно, вообще Крита часто используется для рисования, для рисования каких-нибудь комиксов, персонажей, картинок. И здесь множество разных удобных, приятных кистей для этого. Но нас сейчас интересует одна конкретная кисть, и это кисть Clone Tool. Не гарантирую, что по-русски она называется абсолютно так же, но вы сможете ее найти по вот этому верлочку, такая какая-то буква N или Z, смотря как читать, или И для кого-то. Может, вообще для кого-то не буква. Также мы увеличиваем размер. Что эта кисть себя представляет? Она представляет так же, как фотошоповский штаб, если вы с ним не знакомы, две области. Одна – это, собственно, область, откуда мы копируем. Вторая – это область, куда мы копируем. Нам нужно для начала назначить область, откуда мы копируем. Делается это зажатием кнопки Control. Видите, сменилось у меня. Значок сменился. Я нажимаю. Собственно, вот зафиксировалась та область, откуда я копирую. Дальше я могу выставить направление, как мне будет удобно двигаться, и выставить область, куда я копирую. Допустим, будет вот так. При клике происходит и фиксация этих областей, их положение друг от друга. То есть это не фиксация на картинке, это фиксация просто вектора фактически. Вектор, который имеет свою начальную координату в области, откуда копируем, без крестика, и свою конечную координату в области, куда копируем, с крестиком. И этот вектор по полю, по нашему канвасу мы можем перемещать потом свободно. Дальше я просто кликаю левой кнопкой мыши, и он область в нашем кружочке без крестика просто копирует в область кружочка с крестиком. Это довольно удобно. Я постоянно буду менять наше расположение, потому что сейчас я, например, хочу двигаться горизонтально. Ну и так вот я буду аккуратно проходить наши ватермарки. Теперь мне размер уже не устраивает. Смотрите мой лоб. Ну, такая себе кропотливая работа. Опять же, самое то для... Мне сейчас, мне кажется, полтретьего ночи вообще прекрасно. Но от ватермарок мы избавимся. Да, можно делать не кликами. Это можно возить, зажав кнопку мыши. Если вы понимаете точно, что вы откуда хотите копировать, то не обязательно вам кликать. Удаляется же. Удаляются все эти наши дурацкие линии. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 отлично по-моему получилось лицо все watermark убрали хотели попробовать еще убрать вот эту не знаю мне кажется ли не и можно брать не всегда просто верно если аккуратно аккуратно это сложно отдельно прорисовываем ребра копируя ребра и отдельно прорисовываем поверхности копируя поверхность тогда мы сможем справиться с этой задачей меня мне кажется все равно это не выглядит супер естественно и так и и и и и и и результат даже уже потерялась какая структура должна в итоге получиться просто делаю что-то кривое и глючное это похоже на размазанное нечто на ватер марку это больше не похоже может быть стоит попробовать добавить резкости взяв ее совсем из другого угла так может даже улучшить здесь свяжите не знаю мы не будем смотреть на нашу космонавта там вблизи думаю что думаю что сойдет и так мы потратили очень много времени на все наши манипуляции но я думаю что оно того стоило теперь вы умеете удалять ватер марки с понравившихся вам рисунков так еще раз я на всякий случай смотрю что у меня выделено все нормально я выделяю сейчас прозрачную область потом нажимаю control shift и инвертируя вообще у меня есть какие-то странные здесь артефакты на самом деле пофигу кажется теперь я переназываю мой слой что будет вот косплеер 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 космонавта косплеер отлично также я его копирую и вставляю наконец-то я его вставляю в наш калаш выведу на самый верх чтобы посмотреть где у меня ну что у нас довольно большой это радует я хочу чтоб он сидел где-то и не вглядывался в окно не очень вглядывается в окно сейчас это его взгляд вообще-то направлен кашу совсем не в окно в какую-то другую точку если бы он был 3d я бы его конечно сейчас развернула за это я очень люблю 3d то что можно взять и развернуть направить взгляд куда надо с плоскими изображениями такое не прокатит что можно сделать можно его раз чуть-чуть уменьшить ну и так я думаю что человеческое лицо ну должно быть поменьше в пластинке ну вот теперь вот если так его поставить то в принципе похоже что он смотрит в окно смотрит в окно но допустим воображаемого космонавта СССР грезит по ушедшему советскому футуризму называется ретро футуризм такие грезы или галлюцинирует представляет что за окном космос космонавта надел на себя пластиковые шляпы как-то так думаю что норм я даже не хочу ему менять блик потому что блик зеленый и как-то отражает мое настроение относительно него то что он слегка галлюцинирует или грезит у него очень удачно лег блик на лицо как будто от лампы может быть его конечно стоит чуть-чуть еще сдвинуть назад чтобы посмотрелось более естественно в целом на да и нам надо конечно подрезать картинку под него потому что сейчас у него обрезано плечо левое его с правой картинки надо обрезать мне космонавта надо обрезать всю картинку ну надо сказать слева я бы тоже немножко обрезала такая широкая широкий калаш нам не нужен готово ну мне очень нравится как он смотрится и я бы даже не стала менять его цветовой температуры насыщенность он как-то вполне вписался могу конечно попробовать да и он конечно сверху потому что он не за окном да он наоборот над пусть он будет в топе наших слоев я сохранилась можно попробовать добавить опять тот же самый наш фильтр чуть-чуть снизить насыщенность ну не знаю может даже естественно так смотрится чуть-чуть яркость убрать ну да может по естественно стал окей сделаем так он стал вполне естественной частью нашего коллажа окей нужна ли нашему космонавту тень тень нашему космонавту не нужна потому что тень от шлема уже есть нашему косплееру космонавту тень от шлема уже есть на нём блик очень удачное освещение сверху соответственно тень на нём самом ровно там где надо мы ничего не будем менять с этой тенью нас все устраивает для того чтобы поиграть с тенью и добавить абсурдности нашей картинки в принципе сейчас она уже закончена но надо добавить еще каких-нибудь предметов просто чтобы попробовать еще какие-то тузы которые я вам хотела показать давайте добавим на стенку рамочку и изменим ее пропорционально нашей фотографии заодно поэкспериментируем с инструментом перспективное преобразование рамочка у меня да у меня есть уже скачанная рамочка заранее я еще раз сохраняюсь удаляю нашего удивленного мужского космонавта в принципе наверное я его хочу сохранить в большом объеме прежде чем удалить сохраню его как пнг в большом формате я его не сжимаю сильно я сохраняю интерлайсинг в принципе все что мне нужно окей все он сохранился могу его закрыть и так вот наша рамка подрежем будет называться рамка прежде чем мы ее будем помещать на стену что нам нужно с ней сделать нам нужно что-то в нее вставить я хотела мне вставить текст и может быть попробуем чуть-чуть поимитировать текстуру бумаги тут так уже в принципе бумага да но это гладкая бумага попробуем еще я вот скачала каких-то каких-то текстур просто нагуглила бумага не знаю как она ляжет она у нас тоже кстати с ватермаркой мы не будем удалять эту ватермарку потому что с нас хватило одной ватермарки для понимания работы удаления я кстати не видела да что это ватермарка есть я думаю что мы просто скопируем ну окей чуть-чуть мы может быть удалим но там все-таки скопируем блин только вот эти вот линии что мы Продолжение следует...